Путин хочет ударить ядеркой по Львовщине? Об этом в один голос заявили Скобеева и путинский генерал Гурулёв. Путин арестует мужа Скобеевой, что натворил Попо в студии. Мне кажется, они всё ещё уверены в том, что они могут победить нас на поле боя. А вот, понимаете, они, может быть, я сомневаюсь, вот сильно сомневаюсь. Ну как они могут нас победить на поле боя, понимаете? Бунт начался, жёны российских солдат пойдут на Кремль. Это горячие новости, всё самое важное в одном дайджесте. Поставьте лайк этому выпуску. Мы создаём этот проект благодаря вашей поддержке. Путин хочет ударить ядеркой по Львовщине? Об этом в один голос заявили Скобеева и путинский алкогенерал Гурулёв. Питание тактического ядерного оружия. Ну, понимаете, ядерное оружие. На территории Львовской области. Чтобы у всех было прекрасное понимание, что в Европе будет каюк, нужен как раз хороший удар, куда? По Европскому полигону. Этого вполне хватит, чтобы всех образумить. Нам очень надолго после этого. Если бы ты хотел, чтобы Россия была уничтожена, то да, это идеальный план. Нанести один маленький удар по полигону, чтобы потом твою страну стёрли с лица земли в ответ на угрозу. Интересно, а вот как на эти все призывы будут реагировать те, кто на Россию останется живым? Мы вот уверены, что Скобееву, Соловьёва и Гурулёва повесят первыми. Есть каталог целей. Он сегодня существует. Есть? Есть. Мы прекрасно понимаем, как нанести критически неприемлемый ущерб для того, чтобы Европа просто встала на колени. Для того, чтобы ставить кого-то на колени, России сначала самой нужно стать хотя бы на колени. А тебе не мешало бы проспаться генерал Армагеддон? В них заканчивается терпение. Жены российских солдат собираются идти на Кремль и требовать у Путина возвращения их мужей-террористов-убийц. Пока же вышли на протест к зданию российского Минобороны. Они требовали встречи с новым министром обороны Белоусовым. Но им разрешили только постоять на коленях и понять, что их мужчин не вернут домой. Затем к ним вышел представитель министерства и вообще заявил им, что они раскачивают лодку и поэтому не имеют права называться гражданками России. Сейчас пришел генерал-полковник Борисенко. Внутри нас не запустили, как нам обещали. Начал предлагать решать вопросы по социальному обеспечению. Сказал, что у нас вообще-то война, вся страна воюет. Наши парни будут до конца СВО уже. Борисенко не уполноможен. Он сказал, что мы не имеем права называться гражданами России. Правильно он говорит, россияне ничего не могут требовать от власти. Они могут только стоять на коленях и кричать «помогите». Желательно при этом бить низкий поклон к царю и боярам. А когда россиянин начинает говорить о каких-то своих правах, то он не россиянин, а экстремист. Его нужно посадить. Путин может арестовать мужа Скобеевой? Депутат-телеведущий Попов в прямом эфире отважился ляпнуть, что Россия может проиграть войну. Он только предположил, но мы же знаем, что Путин такого не прощает. Не удивимся, если Попов исчезнет с телеэкранов и, может, и за решетку бросят. Они ультиматумы нам, они ведь эти красные линии повышают. Это что? Фактически это ультиматумы. Понимаете? А мы вот дадим вам крылатую ракету и будем бить вам по Москве. Мне кажется, они все еще уверены в том, что они могут победить нас на поле боя. А вот, понимаете, они, может быть, я сомневаюсь, вот сильно сомневаюсь. Ну, как они могут нас победить на поле боя, понимаете? А что ты так занервничал? Вы слышали? Заикаться начал. А Скобеева вообще залипла, у нее, похоже, какие-то флешбеки. Только глазами моргает. А мы вам расскажем, почему так. А потому что никто из них уже на самом деле не верит в ту их пустую браваду о том, что Россию невозможно победить на поле боя. Оказывается, вполне возможно, и всякий раз, когда они это осознают в голове, проносится революция, суд, тюрьма. Вот они и залипают. Пропагандисты списывают Украину. Они так испугались о разрешении бить по территории России западным оружием, что сначала начали биться в истерике и кричать о красных линиях. Потом рассказывают, что это вообще ничего не означает. А теперь их шизофрения сделала полный круг, и они рассказывают сказочки о том, что Запад списал Украину. А такими ударами побуждают Россию к Великой войне. Запад сегодня прекрасно знает, что никакое разрешение, никаких вооружений военную ситуацию на Украине не переломит. И ни про Украину речь, ни про защиту никакой Украины. Потому что еще раз говорю, Украина это абсолютно списанный товар. Вместе с ее людьми, населением, все, они списаны. Это то, что они используют для начала глобального конфликта. Так вы и так уже будто совсем НАТО воюете. Выходит, что нет? Странная история. Выходит, что списана Украина, а страдает без всякой помощи почему-то Белгород. Так это выходит, что вы тоже Белгородом провоцируете Украину на глобальный конфликт? Ватник в ТикТоке решил написать комментарий о том, что евреи забыли, кто их от фашизма спас, и жестко за это поплатился. Словесное унижение глубинного путинофила смотреть онлайн без регистрации СМС. Еврейское население Европы оказалось в гетто только потому, что Сталин и Гитлер хотели решить еврейский вопрос. И в какой-то момент им это было выгодно. Поэтому еврейское население оказалось в лагерях. И правительство Советского Союза прекрасно знало о положении еврейского населения. И никто, нахуй, не шел спасать евреев. Путины ты долгие, блядь. Путиносовцы, блядь. Вы спасали свои, нахуй, жопу, блядь, когда немцы пришли на вашу землю. От такого откровения этому путинофилу придется еще долго приходить в себя. От себя добавим как финальный штрих, что все эти рассказы о мы победили. Полный бред еще и потому, что большинство тех, кто так кричит, тогда еще даже не родился. Зато все герои и брали Берлин. Позор России. Вместо Пушкина голая Бузова. Уже даже до пропагандистов начинает доходить, что в стране что-то не так. 225 лет Александру Сергеевичу Пушкину. Что обсуждают в сети? Никакое стихотворение должны прочитать школьники в этот день. В классах, на площадях. Обсуждают, как Бузова плясала. До чего дошла Россия. Ну, может, и не интересен россиянам тот Пушкин. Может, то вы себе придумали, что Россия вообще имеет к нему какое-то отношение, потому что вот Бузова и Киркоров — вот это как раз олицетворение всего русского. Отвратительного, голого, но рассказывающего, что Россия — это колыбель культуры. Вы когда-нибудь видели настоящих старушек Соловьева? Ну, знаете тех самых, которые каждый день смотрят его эфиры с утра до ночи? Представляете, насколько сильно им поплавило мозг от ежедневного созерцания Рудольфовича? Вот что вы думаете по этому поводу? Разбомбить немедленно, чтобы она не дошла сюда. При чем здесь это? Ну, неправильно, конечно. Мы молимся. Да. Мы молимся, что мы можем сделать. Мы ничего не можем сделать. Мы молимся. Страшно? Страшно, конечно. Очень страшно. Я говорю, не допускать надо, чтобы бить. Бить и бить. Они же хохлы, хитрые. Оружие, люди, вагон, оружие. Если что, они живут в Крыму. И это интервью дают именно оттуда. Наша оценка — мозг проваренный аль денте. Прямо как какие-то макароны. Но ничего, момент прозрения у них будет. Придет вместе с камнями с неба. На сегодня у нас все. Спасибо, что смотрите горячие новости. Поставьте лайк. Это очень важно для нас. И поддерживайте ВСУ. Война продолжается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...